Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о важнейшей теме в гражданском процессе это защита от исковых требований. И точно так же как защита во всех жизненных ситуациях, в драке, защита ваших интересов в государственных органах и так далее, защита в суде должна быть активной. И здесь дорогие друзья, вы должны точно так же, как если бы вы предъявляли исковые требования, защищать свою позицию со стороны ответчика. И здесь многие недооценивают роль активной позиции при защите своих интересов в суде. Во-первых, дорогие друзья, вы должны занимать активную позицию, начиная с самого первого, с самой первой стадии судебного разбирательства, с подготовки к судебному разбирательству. То есть уже на этом этапе вы имеете право подать отзыв на исковое заявление. Не подача отзыва в судебном процессе лично я приравниваю к сдаче своих позиций, потому что вы должны всегда пользоваться своим правом на подачу отзыва. Что такое отзыв? Отзыв это возражение на исковые требования ваших процессуальных противников. Уже на стадии подготовки судебного разбирательства вы должны заявлять о необходимых судебных экспертизах, если они требуются для опровержения, скажем так, аргументов ответчика, о вызове тех или иных лиц в качестве свидетелей, о приобщении к делу тех или иных документов, материалов и так далее. Это на стадии подготовки. Причем, дорогие друзья, всегда в стадии подготовки фиксируйте на диктофон или путем записи на свое мобильное устройство на мобильный телефон. Далее, дорогие друзья, в судебном процессе также необходимо на каждый аргумент ваших противников подавать, во-первых, возражения, во-вторых, пояснения, если они предоставляли каких-то соответствующим образом свидетелей или третьих лиц на своей стороне. Это же касается и судебных экспертов, если они говорят не в вашу пользу. При этом, дорогие друзья, в обязательном порядке рассматривайте два основных вопроса для защиты своей позиции в судебном процессе. Во-первых, рассматривайте вопрос о привлечении лиц ваших противников в качестве ответчиков по встречному иску. То есть, первонаперво вы должны смотреть, а можно ли предъявить встречный иск. И уже на стадии подготовки возражений на исковые требования ваших противников, вы должны рассматривать возможность предъявления встречного иска. Это крайне важный момент. О нем просьба не забывать. И второй вопрос. Он точно так же немаловажен. Я их хотел поставить оба, но в силу наших физических возможностей мы не можем одновременно говорить о двух вещах. Так вот, этот вопрос второй, но он не менее важен. Всегда смотрите на то, пропущен ли срок исковой давности при подаче иска против вас. Вот это крайне важный элемент. Это очень важный момент, дорогие друзья. И очень многие, я очень часто сталкиваюсь и в апелляции, и в касации с тем, что можно было выиграть процесс, элементарно заявив о пропуске срока исковой давности. И люди этого не делают, либо заявляют в ненадлежащей форме, потом локти себе кусают. То есть в обязательном порядке, либо в письменном виде через ходатайство, либо в устном порядке, но я устный порядок не рекомендую. Но если вы уже устно заявили, то будьте добры, проверьте, занесено ли это в протокол. При этом не забывайте, о пропуске срока исковой давности можно и на стадии апелляционного рассмотрения заявить. Об этом не забывайте. И, дорогие друзья, вот эти два элемента, они должны подлежать проверке прежде всего. То есть возможность подачи встречного иска и пропущенный срок исковой давности. А третий элемент, это вообще должен ставиться стороной, которая оброняется во главу угла. А именно, не злоупотребляет ли своим правом истец? Можно ли заявить о том, что он действует недобросовестно? И его желание в судебном процессе вызвано не желанием защитить свое право, а только лишь намерением причинить вред вашим интересам. В таком случае, если проявленная недобросовестность может быть охарактеризована как злоупотребление правом, можно ставить вопрос о признании за истцом, за вашим противником злоупотреблением правом и лишении его судебной защиты. Вот это, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте. Это очень важный и существенный элемент. И, дорогие друзья, как всегда напоминаю вам, что если вам нужны консультации, составление исковых заявлений, возражений на иск, апелляции, касации, обязательно обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо!